Массовая эвакуация в Калифорнии. Несколько тысяч жителей Сан-Бернардино остались без света. Плохая видимость на дорогах. Люди жалуются на ужасное качество воздуха. В Вермонте разбился тренировочный самолет. Есть погибшие. На США надвигается новый шторм. Предупреждение получили жители Техаса и Луизианы. Антиизраильские активисты установили огромный палестинский флаг на мосту в Нью-Йорке. Сутки до дебатов. Как кандидаты в президенты готовятся к очень важному поединку? Не пропустите репортаж Бюро. Харрис, это вам не интеллигентный Байден. Джо Байден за время президентства отдыхал 500 дней. В США вновь возникла угроза шатдауна. Опасные яйца. Десятки человек с отравлением доставлены в больницы. На лечение пострадавших в терактах 11 сентября не хватает 3 миллиарда долларов. Новые кадры бездомных на Аллее звезд в Голливуде. Луизиане избавились от известного здания Capital One Tower. Сколько стоит отдохнуть во флоридском городе Сарасота? Apple представила новое поколение своих смартфонов и к жителям в Пенсильвании. В гости пришел медведь. В общем, досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Щеридов. Спасибо, что начинаете новую рабочую неделю вместе с нами. Сегодня 9 сентября, понедельник. Устраивайтесь поудобнее, новостей много. Как обычно в это время на YouTube-канале Бюро рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на бюро. Ну а мы начинаем. Четыре человека погибли в штате Вермонт при крушении легкомоторного самолета. Среди погибших 15-летняя школьница. Известно, что она брала уроки пилотирования. Полиции установили, что самолет прилетел из Коннектикута. В штате Вермонт пассажиры сделали краткую остановку и собирались возвращаться обратно. Что произошло во время полета, неизвестно. Сигналы бедствия пилот не подавал. Когда самолет не вернулся в заданное время, на его поиски подняли спасателей. Причины ЧП сейчас выясняют следователи. В Кентукки третьи сутки ищут подозреваемого в массовой стрельбе. Мужчина открыл огонь по водителям на трассе. В результате были ранены 5 человек и повреждены 12 автомобилей. В полиции считают, что преступление совершил 32-летний Джозеф Кауч. Его машину нашли неподалеку. А после полицейские обнаружили и брошенную винтовку, которую Кауч купил прямо перед стрельбой. В местных школах даже отменили занятия. Полиция просит всех закрыться дома, не пускать посторонних и даже по возможности не включать свет на крыльце своих частных домов. Ну а теперь Калифорния. Лесные пожары продолжают бушевать в этом штате. Более 30 тысяч домов находятся в зоне риска. Еще 20 тысяч без электричества. В округе Сан-Бернардино объявили эвакуацию местных жителей. В школах отменили все занятия в понедельник из-за перекрытых дорог и плохого качества воздуха. Пожар уже уничтожил более 8 тысяч гектаров леса. Но и пока остановить его не удалось. И вот сегодня наш подписчик Артем Чифранов оказался в пригороде Лос-Анджелеса. И вот там, оказывается, тоже бушуют пожары. Вот какое видео нам отправил Артем. Давайте посмотрим. Калифорния опять в огне. Горят близлежащие холмы. Все в дыму. Над пожаром кружат самолеты экстренных служб. Спасибо вам огромное за лайки, за ваши комментарии. Я Денис Чередов. Мы продолжаем. Сегодня антиизраильские активисты подняли флаг на одном из главных мостов Нью-Йорка. На кадрах, опубликованных в приложении Citizen, видно, что пропалестинские активисты закрепили флаг на Бруклинской башне Вильямсбургского моста. Он соединяет Манхэттен и Бруклин. Полицейские Нью-Йорка добрались к башне по соединяющим тросам и сняли палестинский флаг. О задержаниях полиция Нью-Йорка ничего не сообщила. Но напомню, что в прошлом году на этом мосту проходила многотысячная акция пропалестинских активистов. Тогда сотрудники НВИПД задержали несколько десятков человек, но вот вскоре их отпустили на свободу. К другим новостям на США надвигается новый шторм. Национальный центр по наблюдению за ураганами сейчас отслеживает циклон в Мексиканском заливе. И вот эксперты считают, что циклон может усилиться до уровня шторма и ударить по Техасу и Луизиане. Как сообщили некоторые наши подписчики, в этих штатах они уже получили предупреждение. Пока синоптики не могут точно определить траекторию шторма, но мы будем следить за поступающей информацией. В США вновь возникла угроза шатдауна. Это приостановка работы федерального правительства из-за нехватки средств. 1 октября в США начинается новый финансовый год, и Конгресс к этому дню должен успеть утвердить проект федерального бюджета. Обсуждения на капиталистском холме начались сегодня. Первое голосование назначено уже на ближайшую среду. Пока эксперты считают, что политикам удастся утвердить временный бюджет и избежать таким образом шатдауна. Но посмотрим, что там будет. Конгресс США завершил расследование скандального вывода войск из Афганистана. Два года назад произошла одна из самых позорных для Америки операций. После 20 лет пребывания в Афганистане Пентагон спешно вывел войска, а власть в Афганистане вернули себе талибы. Но вот комитет по международным делам Конгресса пришел к выводу, что Джо Байден проигнорировал советы Пентагона и просьбы союзников по НАТО. Именно Байден, по версии конгрессменов, настоял на выводе войск любой ценой. Отмечу, что провальный вывод войск в 2021 году немедленно повлиял на имидж Байдена. Рейтинг президента обрушился за два дня и никогда уже не вернулся к прежним значениям. Ну а Джо Байден за время президентства отдыхал, оказывается, 500 дней. К такому выводу пришли журналисты New York Post. Они внимательно изучили рабочий график президента и узнали, что в общей сложности президент провел 532 дня без публичных дел. Журналисты подсчитали, что обычному американцу нужно 48 лет, чтобы находиться более 500 дней в отпуске. Кстати, Дональд Трамп провел в отпуске 381 день. Самый трудолюбивый президент Джимми Картер. Он отдыхал всего-то 79 дней. Предвыборный штаб Камалы Харрис объявил, что в августе удалось им собрать 361 миллион в качестве пожертвований. Это в три раза больше, чем сборы Дональда Трампа за тот же период. Однако пока нет прямой зависимости между бюджетом и успехом на выборах. Трамп отставал по сборам и в 2016 году, но это не помешало ему победить на выборах. Так что пока такие показатели для Камалы Харрис ничего не говорят. Ну а кандидаты в президенты готовятся к одному из главных этапов гонки. И это дебаты. Камала Харрис и Дональд Трамп еще ни разу в жизни не встречались вот так на одной сцене лицом к лицу. Почему и для республиканца, и для демократки этот поединок будет иметь реально большое значение? Как идет подготовка к дебатам и у кого из кандидатов могут не выдержать нервы? Вот об этом в репортаже корреспондента бюро Гарри Книгницкого. Вот Камала Харрис пришла в магазин специй в Питтсбурге. Это редкая возможность увидеть ее на публике в последние дни. Она почти не проводит митинги со сторонниками и полностью сосредоточилась на дебатах, уединилась в питтсбургском отеле и там готовится к противостоянию с Трампом. Камалу Харрис тренирует бывший советник Хилари Клинтон. Прямо там в отеле он притворяется Трампом и задает Харрис неудобные вопросы или делает нестандартные заявления в стиле Трампа. А задача Харрис – оттачивать свою реакцию на эти выпады. Известно, что до этого Харрис советовалась и с самой Хилари Клинтон, и с Джо Байденом, как лучше всего спорить с Трампом в прямом эфире. У тех накоплен немалый опыт, особенно у Байдена. Он как-никак дважды соперничал с Трампом на выборах. Но вот два месяца назад провалился на дебатах, и на этом его президентская гонка закончилась. Харрис и кандидатом-то стало благодаря тем дебатам. Их теперь смело можно назвать историческими. Ведь при всей значимости дебатов, раньше они не оказывали настолько гигантского влияния на американскую политику. Никогда еще партии не меняли своего кандидата в президенты из-за неудачного выступления на дебатах. Тогда, в конце июня, Трамп лидировал в рейтингах. А через две недели после дебатов случилось еще и покушение. И на съезде республиканца в Милоке он предстал в образе героя. Он был ранен, он выжил, он призвал бороться дальше. И казалось, что победа на выборах ему гарантирована. Республиканцы в тот момент хорошо знали все слабые места в кампании Байдена. Они много и точно били по этим местам. Но скоро выяснилось, что это был бой с тенью. Демократы поменяли Байдена на Камалу Харрис. Та стала быстро наращивать рейтинги, провела успешный партийный съезд в Чикаго. И все преимущество Трампа растаяло. Он начал проигрывать в опросах. О его команде пришлось думать, как противостоять новому сопернику. Теперь самый энергичный кандидат в этой паре не он, а Камала Харрис. А Трамп оказался в роли Байдена. Не молодого политика, которого все хорошо знают и уже не ждут от него чего-то нового и яркого. Ситуация перевернулась с ног на голову и все из-за одних дебатов. И теперь уже команда Трампа требует отключить микрофоны, чтобы было слышно только того, кто говорит. Потому что Харрис это во мне интеллигентный Байден, который хочет выступать только по существу и почти не владеет искусством уличного спора. Когда надо перебивать соперника, выводить его из себя или ставить его на место. Пожалуй, в этом Харрис преуспела не хуже Трампа. А еще включенный микрофон позволил бы ей ловить Трампа на неточностях. Ну, примерно как она делала, работая прокурором. Но у Харрис есть свои слабые места. Она новичок на президентских дебатах. Перед телекамерами раньше попадала в неловкие ситуации. За 50 дней после выдвижения не дала ни одного полноценного интервью один на один. А для Трампа телевидение, можно сказать, родная стихия. Он и ведущим телешоу работал, и играл на камеры в качестве президента, как и положено главе Белого дома. За его плечами аж шесть президентских дебатов. То есть в телевизионной студии он чувствует себя уверенно, без суфлера, говорит свободно. Проблема у Трампа будет в другом, считают сторонники. Не как раскрепостить себя, а как себя сдержать. Пока что республиканский кандидат особо не сдерживается. Использует опробованную тактику присвоения кличек. Называет Харрис товарищем Камалой и левым радикалом из Сан-Франциско. Но советники осторожно намекают Трампу, что на дебатах такие ходы неэффективны. Особенно против женщины. Не лучше ли сосредоточиться на реальных поводах для атаки? Тем более этих поводов Харрис предоставила достаточно. За последние пять лет она меняла свою позицию как минимум по трем важным вопросам. Сначала предлагала сократить финансирование полиции, отпускать нелегалов на границе и поддерживала проект Байдена обложить миллионеров налогами по полной. Теперь к преступникам Харрис стала относиться жестче. Выступает и за полноценное финансирование полиции, и за тюремные сроки для нелегалов, а по отношению к миллионерам повела себя мягче. Налоги предлагает повысить, но не сильно. В предыдущей гонке ее хорошо ловила на нестыковках тогдашний демократ Тулси Габбард. Вот как она одним выпадом превратила либерала Камалу Харрис в консерватора и чуть ли не расиста. Сенатор Харрис говорит, что она гордится своим прокурорским прошлым и что она использует прокурорские навыки на посту президента. Но у меня это вызывает тревогу. Она посадила в тюрьму полторы тысячи человек только лишь за употребление марихуаны. А когда ее спросили, пробовала ли она марихуану, она лишь рассмеялась в ответ. Она скрывала свидетельства, которые оправдывали приговоренного к смертной казни. Она предоставила эти и эти свидетельства лишь по требованию суда. Теперь Габбард делится своим опытом с Трампом, помогает ему готовиться к дебатам. Но Трамп известен тем, что не всегда прислушивается к советам и все окончательные решения принимает сам. К примеру, он уже пытался спросить с Харрис, как с вице-президента США за неудачи с эмиграцией, экономикой и за провальный вывод войск из Афганистана в 2021 году. Это выглядит логичным ходом для дебатов. Но по опросам, 85% избирателей считают, что Харрис в команде Байдена ни на что не влияло, а значит, не несет ответственности за решение Белого дома и спрашивать с нее бесполезно. Кстати, это еще одно подтверждение, что демократы пока что угадывают заменой своего кандидата. Они просто лишают Трампа важных поводов для атаки на соперника. Поэтому влиятельные сторонники Трампа советуют все же говорить на дебатах о собственной программе. Ведь сторонники Трампа останутся с ним и так. Да и сторонники Харрис вряд ли уйдут от нее. Дебаты больше всего воздействуют на неопределившихся избирателей. А они хотят узнать платформу кандидата, понять, как Трамп или Харрис решат их проблемы. У Харрис есть тот же соблазн скатиться в критику соперника. На этом был построен весь съезд демократов в Чикаго. И эксперты долго разбирались, а что же, собственно, она предлагает. Из четкого и всем понятного все уловили только правы на аборты, пособия на жилье для молодых семей и пособия на новорожденных. Все остальное пока что кажется абстракциями из серии «Давайте сделаем цены ниже». Но это работало. Харрис стабильно набирала в рейтингах и даже в какой-то момент оторвалась от Трампа в опросах. Однако сегодня этот отрыв сведен почти на нет. И Камале Харрис нужно предлагать что-то новое. В максимально некомфортных для нее условиях. Когда, напротив, соперник, а не сторонники. И когда о ней еще не сложилось четкого общественного мнения. Скажем, кто такой Трамп, всем давно понятно. Кто такая Харрис, еще нет. Так что для нее эти дебаты еще и смотрины. Ей надо тратить усилия на то, чтобы показать, кто она такая. Чтобы по-настоящему заявить о себе и своей программе. Но и для Трампа эти дебаты станут серьезной проверкой на прочность. Ему нельзя выглядеть таким же серым и усталым на фоне более молодого конкурента, каким выглядел Байден на своих последних дебатах. Но и со своей харизмой важно не переборщить. Задорные трамповские фирменные нападки на конкурентов работали, пока ему противостояли более системные политики. Тот же действующий президент Байден. А теперь из двух участников дебатов спрашивать за президентство будут только с него. И вряд ли у Трампа есть возможность оступиться. Гарри Книгницкий, Валентин Казменко, Бюро Вашингтон. Можете нажать на кнопку «Тэнкс» под каждым видео. Только с помощью вашей поддержки мы сможем делать наши выпуски еще более интересными и актуальными. Огромное вам спасибо. Итак, меньше суток остается до дебатов Камалы Харрис и Дональда Трампа. Мы покажем дебаты в прямом эфире с синхронным переводом на русский язык. Наш специальный эфир начнется в 8 часов вечера завтра. Обязательно будет обзор новостей для всех и репортаж с места событий. Ну а в 9 часов вечера по Нью-Йорку смотрите прямую трансляцию дебатов. Ссылка на эфир уже есть на нашем YouTube-канале Бюро. Поэтому заходите, ставьте лайк и нажимайте, чтобы таким образом вы получили уведомления. Тогда вы не пропустите завтрашний наш эфир. Будем всех ждать с нетерпением и будем вместе смотреть на захватывающие дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа. Я Денис Чередов. Мы продолжаем. Сразу в нескольких штатах отзывают крупную партию яиц. В них может быть сальмонелла. Заражение произошло в Висконсине минувшие выходные. И вот власти этого штата уже выпустили предупреждение. 42 человека там попали в больницу с альмонеллезом. Известно, что яйца из зараженной партии поступали и в другие штаты. В том числе в Иллинойс и Мичиган. Так что будьте осторожнее. Ну а в Миссури новый случай заражения человека птичьим гриппом. Причем врачи выяснили, заболевший не контактировал с животными. Мужчина уже выздоровел. Но этот случай в очередной раз показал, что вирус птичьего гриппа, возможно, может распространяться и среди людей. Сейчас эпидемиологи стараются выяснить, как произошло все-таки заражение. Ну а мы будем следить за такими новостями. Для медицинской программы, которая помогает пострадавшим от теракта 11 сентября, нужно дополнительно 3 миллиарда долларов. Спасатели, которые первыми приехали устранять последствия падения башен-близнецов, а также те, кто жил или работал возле эпицентра трагедии, также считаются жертвами теракта. Их число в итоге превзошло число погибших в день атаки. Многие заболели раком или респираторными заболеваниями. 15 лет назад для них создали специальный фонд. Но сейчас деньги заканчиваются. Конгресс должен одобрить финансирование до 2028 года. Если этого не произойдет, программу придется сократить. Ну вот 11 сентября завтра в Нью-Йорк приедет президент Джо Байден, чтобы почтить память погибших в терактах. Ну а в Бруклине в 4 часа дня встретятся русскоязычные родственники погибших при теракте. Ну вот какое видеообращение нам отправила дочь русскоязычного жителя Нью-Йорка Валерия Савинкина, который погиб в терактах 11 сентября. Наша миссия – поддерживать память о тех, кто погибли 11 сентября 2001 года. Каждый год мы делаем церемонию 11 сентября. В этом году это будет в эту среду, 11 сентября в 4 часа дня, в Seaside Park, который находится на West 5-й стрит и Surf Avenue в Бруклине. Мы всех приглашаем быть с нами и поддерживать память, помнить и никогда не забыть о том, что случилось в тот день и о всех людей, которые погибли в тот день. Пожалуйста, будьте с нами. Это очень всем важно, нам, семьям и всем людям Нью-Йорка. Пожалуйста, будьте с нами. Мы вас всех приглашаем и ждем. Спасибо. В соцсетях появились новые кадры бездомных на Аллее звезд в Голливуде. Но вот авторы этого видеоролика утверждают, что встретили десятки бездомных, а некоторые прямо на улице употребляют наркотики. Ну, о реакции полиции на эту ситуацию ничего не сообщается. Но вот, скорее всего, полицейские все-таки выгнали бездомных. Все-таки это достопримечательность Лос-Анджелеса. Но бездомные всегда же возвращаются на свои места. Кстати, пишите в комментариях, кто живет в Лос-Анджелесе, часто ли вы видите вот подобную картину. Или все-таки журналисты и авторы этого видеоролика преувеличивают. Американские СМИ сообщают о серии смертей после приема препарата Аземпик. Уже погибли 162 человека. Официально ни одна из смертей не наступила в результате применения препарата, но в отчетах указано, что он стал триггером к появлению осложнений. За последние полгода количество смертей только растет. В основном все осложнения связаны с желудочно-кишечным трактом. Аземпик предупреждает о побочных эффектах на своем сайте. Это воспаление поджелудочной железы, низкий уровень сахара в крови, проблемы с почками, аллергия, проблемы с желчным пузырем и многое другое. Но даже такие серьезные последствия не останавливают американцев. Недавний опрос показал, что 6% всех жителей США пробовали Аземпик или похожие препараты, чтобы похудеть. Это больше 15 миллионов человек. Луизиане взорвали в прошлом культовый небоскреб. Местные жители знают эту башню под именем Capital One Tower. Четыре года назад здание серьезно пострадало от урагана, его не стали восстанавливать. Сооружение в 22 этажа несколько лет пустовало. В итоге его решили снести. И вот как это было. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В Нью-Йорке подорожали билеты на городские паромы. С сегодняшнего дня водный транспорт стоит не 4 доллара, а 4,50. Проездные на 10 поездок теперь обойдутся в 29 долларов вместо 27,5. Студенты, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, а также малообеспеченные пассажиры могут получить скидку на проезд. Также с этой недели начинает работать осеннее расписание паромов. Поэтому если вы пользуетесь этим видом транспорта постоянно, то проверьте на официальном сайте обновленную информацию. Таблоиды опубликовали новые кадры с Брюсом Уиллисом. Его засняли в Лос-Анджелесе во время поездки по городу. Актер редко появляется на публике после того, как пару лет назад у него диагностировали деменцию. Сейчас семья периодически пишет в социальных сетях о его состоянии, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Житель Монтаны считает, что заснял НЛО. Он записал видео, на котором можно наблюдать, как по ночному небу проносится нечто похожее на мигающий летающий объект. Сначала мужчина и его супруга приняли неизвестный объект за метеор, но потом решили, что он не похож на падающую звезду. Спустя пару минут объект просто исчез. Последние годы Монтана стала горячей точкой активности НЛО, возможно, из-за малонаселенности штата. Здесь мало огней и удобно наблюдать за звездным небом. Ну а вы что думаете, неужели НЛО? Более 94% американцев заявили, что планируют путешествие в ближайшие 6 месяцев. Это результаты исследования, на которые ссылаются журналисты издания Forbes. И вот среди международных направлений спросом пользуются Мексика, Канада и Великобритания. А вот внутри страны чаще всего американцы любят отдыхать в Калифорнии, Нью-Йорке, ну и, конечно же, во Флориде. Подписчик бюро Роман Агалванов отправился в южный город этого штата, в Сарасоту, и на личном примере узнал, во сколько же сегодня обойдется путешествие в этот город. Давайте посмотрим. Друзья, всем привет. Меня зовут Роман. Я нахожусь в солнечном райском штате Флорида, город Сарасота. Флорида – это настоящее райское место с очень красивой природой. Повсюду вам будут встречаться очень красивые и необычные растения. Ради чего сюда и едут люди? Ради замечательной, красивой природы и, естественно, пляжей. Наверняка, если вы проживаете в Соединенных Штатах, каждый из вас либо планировал свой отпуск в штат Флориду, либо свой переезд в штат Флориду. Для путешествия в первую очередь вам понадобится автомобиль. Подобный автомобиль Tesla Model 3 я снял через приложение Turo по 37 долларов в сутки. По итогу я заплачу в районе 300 долларов за 6 дней. Соответственно, выйдет в районе 50 долларов за сутки. Следующий немаловажный пункт – это жилье. К примеру, через приложение Airbnb вы можете снять жилье от 100 долларов и выше. Вот примерно, к примеру, вот такой дом можно снять от 250 до 300 долларов за ночь. Это 1800 square feet, от 1300 до 1800 square feet, где есть 2-3 спальни и достаточно большое пространство. Если же вы планируете свой переезд в штат Флориду и планируете покупку, то подобный дом будет стоить вам от 300 до 400 тысяч долларов. Мы находимся примерно в 2 километрах от пляжа. Здесь Сиеста Ки, пляж номер 1 с белым кварцевым песком, который не нагревается даже в самые солнечные и горячие дни. С вами был Роман. Всем хорошего настроения. Станин для канала Бюро. Пока-пока. Спасибо вам огромное за лайки. Ну а еще Флорида до сих пор остается самым привлекательным штатом для покупки недвижимости. Конечно, к такому важному вопросу, как покупка или продажа дома, нужно относиться очень серьезно. Поэтому лучше всего обращаться только к профессиональному риэлтору. Ну и я вам советую позвонить Татьяне Соболевской. Татьяна знает, на что нужно обязательно обратить внимание при покупке или продаже недвижимости в Южной Флориде. Но также Татьяна умеет правильно оценить риски. И что еще важно, она найдет общий язык со всеми участниками сделки, включая ассоциации. Татьяна Соболевская обеспечивает полное сопровождение сделки по покупке или продаже недвижимости в Южной Флориде. Дома, квартиры, долгосрочная аренда. Если вы живете в Южной Флориде, от Майами, Бич до Букаратон или собираетесь туда переехать, у вас есть вопросы, связанные с недвижимостью, то тогда звоните по телефону, который сейчас видите на своих экранах. Татьяна Соболевская работает риэлтором с 2012 года. Она всегда будет рада вам помочь и дать консультацию по любым вопросам, которые касаются очень сложного рынка недвижимости. Так что обращайтесь, контакты мы также оставим в описании к этому видео. Сегодня компания Apple представила новое поколение своих смартфонов iPhone 16 модели. Главное нововведение – интеграция искусственного интеллекта. Цена начинается от 800 долларов, а также представлены новые обновленные модели часов и наушников от Apple. Как вам? Пишите мнение в комментариях. В США ежегодно из 18 пациентов, которые попадают в отделение скорой помощи, как минимум одному врачи ставят неправильный диагноз. Получается, что врачи допускают 7 миллионов ошибок в год. Таковы данные Министерства здравоохранения в США. Но что же делать, если вам или вашему родственнику поставили неправильный диагноз? Здесь лучше всего не паниковать и обратиться за бесплатной консультацией к адвокату. Ведь часто мы просто не знаем о своих правах. Офис адвоката Тани Гендельман почти 30 лет занимается медицинскими ошибками в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Вам помогут быстро и профессионально оценить ситуацию, найти медицинских экспертов. И самое главное, вы сможете получить большую компенсацию за медицинскую ошибку. Неправильная диагностика, ошибки при операциях, родах в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Именно в таких сложных делах вам поможет адвокат Тани Гендельман. Что бы ни случилось с вами в медцентре или больнице, обращайтесь к адвокату в Нью-Йорке и Нью-Джерси Тани Гендельман. Телефон сейчас вы видите на своих экранах. Звоните, либо заходите на сайт trauma.com и обращайтесь. Консультация бесплатная. В Пенсильвании медведь показал чудеса грации. Мишка забрался на красивую украшенную веранду частного дома. Сначала он прогулялся по парапету, демонстрируя, как он хорошо умеет держать равновесие. Хозяева дома рассказали, медведь даже не уронил ничего. После променада Мишка спрыгнул на веранду и в итоге удалился. Ну, в общем, проверил, как живут вот эти жители Пенсильвании. На сегодня все. Я Денис Чередов. Как всегда, благодарю всех, кто смотрит наши выпуски. Не забудьте поставить лайк этому видео и написать свой комментарий. Спасибо вам огромное за поддержку. Напомню, что нас можно поддержать разными способами. Вы можете отправить нам донат по QR-коду, который сейчас видите на своих экранах. Также под каждым выпуском вы найдете кнопку thanks. Ну, а завтра не пропустите наш прямой эфир. В 8 часов вечера по Нью-Йорку мы стартанем вместе с вами. Будем следить за тем, что на самом деле происходит в Америке. Ну и, конечно же, будем вместе с вами смотреть дебаты Харрис и Дональда Трампа. Ну и, конечно же, будем ждать ваши реакции. Мы будем переводить эти дебаты на русский язык. Не пропустите. Увидимся завтра. Продолжение следует...